Так, огонечки есть, значит нас слышно. Коллеги, добрый день. Рад вас приветствовать на нашем вебинаре. Меня зовут Дмитрий, рядом мой коллега Максим. Сегодня мы обсудим вебину. Аксилот ТМС для международного рынка. Сейчас немножко о тайминге поговорим. Наш вебинар будет состоять из нескольких частей. В вводной части мы поговорим о проблематике. В основной части мой коллега разложит по полочкам все вопросы и тему нашего мероприятия. В конце мы ответим на ваши вопросы. Как мы все знаем, мировая логистика претерпела масштабные изменения. И на сегодняшний день основные грузопотоки идут через страны Центральной Азии. В связи с этим экономика Центральной Азии развивается и ключевыми являются IT-сектор и логистика. Это значит, что как раньше работать уже не получится и необходимо менять подход. Применять мировые стандарты логистики, промышленные решения для оптимизации и автоматизации транспортной логистики. Сегодня таких компаний на рынке Центральной Азии становится все больше и больше. Это не только 3PL клиенты или транспортные компании, а также ритейл, дистрибьюция, производство и так далее. Логистика стала ключевым звеном в ценообразовании конечной продукции. Также бы хотел отметить, что компания Аксилот в регионах Центральной Азии уже давно все изменения происходят на наших глазах. И с этими изменениями меняются наши проекты, подход к ним и, соответственно, наши продукты. Хотел бы немножко рассказать о специфике проектов в странах СНГ. На самом деле, компании Центральной Азии готовы к изменениям бизнес-процессов, но скорость изменения логистики такова, что не успевают ни инфраструктура, ни люди, ни подрядчики. Компания Аксилот, опираясь на свой многолетний опыт, рекомендует применение типовых решений в автоматизации транспортной логистики, а также применение облачных сервисов, таких как картографический сервис Аксилот МЭПС, сервис по мониторингу перевозок в режиме реального времени Аксилот РТВП, также сервис по оптимизации логистических процессов Аксилот СКАП. Это не только помогает в короткие сроки реализовать проекты и избежать сложных доработок системы, но также это самый лучший шанс на начальном этапе построить процессы компании под типовые процессы, уже реализованные в лучших продукциях, в лучших продуктах для управления логистикой. Максим, тебе слово. Ну, коллеги, да, тогда сегодня поговорим о возможностях Аксилот МЭПС-5 с учетом огромного опыта внедрения на международном рынке. И также хотелось бы подчеркнуть особенности внедрения именно, с которыми сталкиваются наши проектные команды при автоматизации автотранспорта на международном рынке, в частности в странах СНГ. И хотелось бы подметить, что сегодня в логистике страны СНГ, соседей, сейчас нет возможности точечно улучшать какие-то области процессы, и сейчас время сразу сконцентрируется на конкурентных преимуществах, иначе время можно упустить. Поэтому, начиная проект по автоматизации транспортной логистики, нужно анализировать новые возможности. Здесь бы хотелось бы сразу подчеркнуть следующие предпосылки и цели решения задач, а именно, например, да, это перестроение и цифровизация процессов управления транспортом и перевозками. То есть в данном случае, да, это уход от какой-либо бумажной документации, вот, ненужной коммуникации в процессе, например, между водителями и операторами, вот, например, маршрутного листа, да, то есть здесь уже как раз-таки решение по внедрению, например, мобильного приложения. Этот процесс полностью обеспечивает и позволяет уйти от ненужной коммуникации и ненужной бумажной документации. Следующее, да, это консолидация данных в единой системе, то есть это уход от каких-либо от работы в сторонних системах, да, там, ERP-системах и дополнительных, вот, и здесь уже все рабочие места, да, они централизуются в едином рабочем пространстве. Также, да, это оптимальное распределение ресурсов при планировании, да, то есть как в любых системах класса ТМС есть поддержка, да, каких-то определенных особенностей, например, там, учет температурного режима, да, учет возврата тары, об этих особенностях мы чуть попозже поговорим, да, и все это Axelotom SX5 позволяет. Далее, да, также, возвращаясь к предпосылкам, да, это исключение нецелевого использования транспортного средства, да, то есть как раз-таки ТМС-система позволяет в этом плане поддерживать прозрачный контроль, да, планирование транспорта, ресурсов и также спутниковый мониторинг в данном случае тоже обеспечивает данный контроль. Следующее – это снижение расхода топлива, да, это как продолжение как раз-таки оптимального распределения ресурсов при планировании, то есть транспорт может планироваться таким образом, да, чтобы снижать издержки, например, по пробегу и по времени использования ресурса. Централизация диспетчерских функций, да, то есть планирование, отслеживание контроля и отчетность – все это уже идет в едином рабочем пространстве в системе ТМС, да, ну и, конечно же, это уход от устаревших систем управления работой автотранспорта, то есть уже такие инструменты, как Excel, какие-то прочие, да, инструменты, они уже уходят на второй план и все это централизуется в едином рабочем пространстве. И, да, то есть при любом внедрении, да, при любом проекте, то есть первым ключевым шагом, да, это, с которыми сталкиваются проектные команды, это разработка интеграции. И здесь хочется подчеркнуть, что как раз-таки типовые решения позволяют получать быстрый результат не только, да, там, в автоматизации предметной области, но и в решении задач обмена данными. И хочется подчеркнуть, что мы видим, что решение нашего партнера, это Реон, как раз-таки позволяет, да, закрывать следующие вопросы, да, то есть это как раз-таки интеграцию с типовыми решениями 1С, то есть есть огромный напопленный опыт, набор обработчиков, да, по управлению входящих и исходящих, как раз-таки потоков, и это при интеграции достаточно много снижает времени, да, то есть на разработку. Также как раз-таки здесь хотелось бы подчеркнуть особенность при внедрении именно на международном рынке, да, мы умеем адаптироваться под нетиповые IT-решения, то есть как раз-таки, в странах СНГ, да, там вообще на международном рынке очень много применяется различных иностранных решений, да, то есть, а также каких-то доработанных или самописных систем, и как раз-таки наш опыт, да, позволяет в данном случае подстраиваться под любой IT-ландшафт. Ну и также хотелось бы подчеркнуть, да, то есть как раз-таки решение, да, Датарион в данном случае позволяет, то есть мы используем Датарион-платформу, вот, и как раз-таки все наши сотрудники, они обучены и квалифицированы при работе с данной сервисной шиной, то есть это тоже очень много снижает сдержек на работу и разработку интеграции. Так, далее. И как раз-таки уже хотелось бы поговорить о целевом назначении системы TMS, да, точнее, ключевом функционале, то есть как любая система класса TMS, XO TMS X5, она поддерживает, да, ручное планирование и автоматическое. И здесь хочется подчеркнуть, что как раз-таки сегодня, да, наблюдается общемировой тренд роста бизнеса, клиентского сервиса и достаточно часто, да, требуется обеспечить доставку в получасовое окно или поддерживать учет, например, температурного режима или обеспечить прием платежей, да, при как раз-таки закрытии точки, там, водителем. Вот, поэтому на текущий момент, да, то есть бизнес именно на международном рынке, он стремится к высоким требованиям планирования. И необходимо часто, да, учитывать как раз-таки те аспекты, про которые я говорил, да, а также по учету временных окон доставки, да, по режиму работы склада, максимальной утилизации кузова ТС, да, и здесь также поддерживает максимальный объезд точек, ну, и множество других ограничений и условий, да, которые как раз-таки наша система Axelot MSX 5 в полном объеме позволяет. Также хотелось бы поговорить, да, то есть на примере как раз-таки опыта внедрения уже запущенных проектов, да, на одном из проектов, то есть у нас использовался функционал, да, по планированию рейсов по расписаниям, то есть так сложилось, что в компании, да, были, использовались исторически сложившиеся маршруты, да, и как раз-таки в данном случае система TMS, да, она позволяла по расписаниям консолидировать заявки в маршруты, то есть есть расписание из точки А в точку Б, да, с конкретным временем посещения, то есть система в данном случае анализировала заявки по временным окнам, по точкам маршрута, и как раз-таки данные заявки компоновала уже в рейсе. Вот, и в этом достаточно удобно, то, что как раз-таки это исторически сфорирующиеся маршруты, да, и наши типовые процессы как раз-таки позволяют оптимизировать данные требования, да, и как раз-таки безболезненно и эффективно. Также одним из, да, ключевых особенностей планирования на международном рынке наблюдается, зачастую, да, это совместимость транспортных средств с геозонами, то есть часто водители уже имеют огромный опыт по работе, да, и по обеспечиванию точек, соответственно, уже знают на точке людей, знают, в какое время лучше подъехать и так далее, то есть много нюансов при обеспечении, да, доставке. Поэтому система Axelot MSX-5 позволяет как раз-таки учитывать эту совместимость транспортных ресурсов с геозонами, да, то есть уже заявки, да, с определенными геозонами на 100% будут спланированы именно на конкретные транспортные средства или типы транспортных средств. Также, да, одним из, соответственно, одной из особенностей, да, это совместимость транспортных средств с перевозимыми грузами, да, в данном случае, например, если взять отрасль, да, фармацевтическую, в данном случае, то медикаменты нужно перевозить с учетом определенного температурного режима, вот, и как раз-таки система TMS, да, позволяет в данном случае эту совместимость учитывать. Также одной из особенностей, да, то есть это расчет времени на погрузоразгрузочные работы, и, например, когда нужно точку склада, да, вовремя обеспечить, а точнее произвести погрузочные работы, вот, здесь в системе можно, да, фиксировать как конкретную длительность на погрузочные работы, да, а также рассчитывать время в зависимости от объема груза. И как раз-таки возвращаясь, да, к планированию ресурсов, да, к автоматическому планированию, там, или ручному, да, в данном случае мы должны понимать, что производится, да, расчет расстояний, то есть матрица расстояний, или же идет ручное планирование с использованием электронной карты, здесь, конечно же, необходим картографический сервис. То есть и наш картографический сервис, да, Axelot Maps, он включает следующие блоки, да, это блок электронной карты, как раз-таки Axelot Maps, да, используют в качестве источники геоданных OpenStreet Maps, вот, это достаточно, ну, я считаю, как плюс, потому что карта достаточно очень подробно и в странах СНГ, да, очень подробно проработана. Вот, и также, да, стоит отметить, что электронная карта поддерживает карты стран СНГ. Также у нас есть, да, блок по геокодированию адресов, то есть в данном случае поддерживаются адреса на, как раз-таки, национальном языке, то есть это огромный плюс, то есть координаты будут автоматически, да, определяться даже, да, по номинованиям, по номинованиям, да, адресов СНГ. Вот, также есть возможность загрузки координат в ТМС, то есть здесь стоит отметить, что как раз-таки водители, да, или, там, контрагенты, они введут огромную базу, как раз-таки, координат адресов, то есть потому что водитель уже на своем опыте больше знает, лучше знает, да, с какой стороны, к примеру, к тому или иному зданию подъехать. Вот, и здесь это как плюс, то, что в нашу систему, да, мы можем подгружать координаты, да, и присваивать их адреса, потому что, например, геокодер, если он может определить точку, там, на конкретном здании, то здесь уже опыт водителей, да, или контрагентов помогает подъехать как раз-таки с нужной стороны или к необходимому шагу. Далее, да, также есть возможность обратного геокодирования адресов на карте, то есть если нужно оперативно, допустим, адрес определить в системе, определить его широту, долготу, то уже, там, например, диспетчер по своему опыту может открыть карту и установить точку на карте, автоматические координаты определятся. Ну, и также есть сервис маршрутизации, да, который позволяет как раз-таки учитывать пропуска на въезд зоны, да, то есть если какой-то крупнотоннажный транспорт не должен в центр города приезжать, то должен только какой-то другой транспорт, да, приезжать в центр, к примеру, вот, и здесь уже этот вопрос можно закрыть пропусками, что очень удобно. Да. Также, да, хотелось бы поговорить про особенности исполнения рейсов, рейсов, а именно исполнение рейсов, да, обеспечивается, может обеспечиваться на основании нескольких источников получения данных, да, в данном случае это, да, можно поговорить, да, о данных от телеметрических систем, также исполнение на мобильном клиенте, автоматическое закрытие рейсов, да, по плановым данным и взаимодействие с перевозчиками или водителями. Сейчас мы более подробно об этом всем поговорим. Да, и первично, то есть действительно у нас есть огромный опыт, да, взаимодействия с различными телеметрическими системами, например, это Violon Pro, например, да, это телеметрический сервис Violon Pro, вот, и, например, если на транспортном средстве, да, установлен датчик, GPS-датчик, то, соответственно, мы можем получать данные от транспортных, от этих датчиков, да, и фиксировать как раз-таки события по прибытию или убытию в ту или иную точку. Также можно получать данные, да, о состоянии уровня топлива или, например, о состоянии температурного режима товара на текущий момент, что это, например, в фармацевтической, да, отрасли, именно в этих перевозках это очень немаловажно, вот. Также хотелось бы подчеркнуть именно исполнение, да, рейсов на мобильном клиенте, то есть у нас есть свое собственное решение, да, по мобильному клиенту. И хочется, да, в первую очередь, ключевое подчеркнуть, что наши решения, да, они поддерживают как раз-таки интерфейс на национальном языке и в данном случае, да, мы видим на слайде как раз-таки скриншоты мобильного клиента, очень достаточно удобный интуитивный интерфейс. И то есть первым, да, после того, как водитель, например, авторизовался в мобильном клиенте, он видит список рейсов, видит точки, откуда, куда нужно доставить груз, то есть все понятно, что это за маршрут, что это за рейс, то есть здесь уже водитель может открыть данный рейс, да, и ознакомиться с маршрутным листом, то есть электронным маршрутным листом и увидеть список точек объезда, да, которые нужно сегодня, то есть какие точки ему сегодня нужно посетить. То есть достаточно все удобно, то есть дальше мы можем открыть необходимую нам точку, да, и отметить как раз-таки отметку о прибытии, о том, что точка в данном случае посещена, да, то есть именно также на скриншоте, да, мы видим, есть точка, да, наименование адреса и так далее. И также, как и везде, да, то есть мы можем отметиться в начале выполнения работ, если у нас какие-то идут изменения в ходе исполнения рейса, можем отменить грузовое место или часть грузового места, да, и указать также причину, да, по какой причине груз не был доставлен. Да, также возвращаясь, да, к тому, что именно есть несколько, да, источников исполнения рейсов, да, также есть дублирующий функционал, да, когда, к примеру, не нужно, да, использовать мобильный клиент, а мы можем взаимодействовать именно с водителями, да, там, в мессенджерах или уже по факту отметить исполнение рейса, да, то есть в данном случае также у нас настраивается рабочее место, да, по контролю исполнения рейсов уже в ТМС. И в данном случае, да, задача логиста это, то есть, во-первых, в первую очередь, да, перед тем, как транспортное средство вышло на линию, да, то есть, естественно, тут необходимо назначить водителя и транспортное средство, да, уже в ходе исполнения, то есть диспетчер может отражать факт исполнения рейса, то есть по получению данных в мессенджерах и так далее. Далее, также хотелось бы подметить, да, про автоматизацию процесса взаимодействия с перевозчиками. В данном случае также система Axelot MSX5, да, поддерживает, то есть можно настроить именно личный кабинет перевозчика, в котором как раз-таки внешние пользователи, да, будут подключаться и ввести какую-то нормативно-справочную информацию по своим транспортным средствам, водителям, документам, вот, ну и в дальнейшем, чтобы, да, была возможность как раз-таки либо назначать транспорт, да, по этим заявкам и формировать таким образом рейсы, ну и также выставлять счета, например, отражать фактические расходы по рейсам. И также хочется отметить, да, что зачастую именно при использовании наемного парка, да, то есть перевозчики также используют мобильные клиенты, и в данном случае, да, можно контролировать исполнение рейсов как раз-таки на мобильном приложении. Далее. Также хотелось бы подчеркнуть, что у нас достаточно есть огромный опыт, да, реализации проекта в целом ряде стран, и уже нам это позволило, да, адаптироваться, адаптироваться, адаптировать документацию под те или иные страны, вот, и хочется подчеркнуть, что в любом случае, да, все данные по перевозкам, то есть они, все эти фактические данные, да, они накапливаются в системе ТМС, то есть таким образом накапливается необходимая фактура, да, которую можно использовать и далее уже выгружать там сторонние системы и распечатывать документацию. Но хотелось бы добавить, что конструктор печатных форм, да, это достаточно техническая задача, да, и то есть мы с ней знакомы, то есть в любом случае мы можем в потерянные требования очень легко разработать ту или иную, да, там, печатную форму. Вот, собственно, что касается сопроводительной документации. В любом случае, хотелось бы подметить, да, что вне зависимости от страны проекта, то есть в 95% случаев востребован самый современный функционал, и здесь хочется подчеркнуть, что все это в системе ТМС-X5 присутствует, да, то есть все эти решения реализованы. Ну да, еще, собственно говоря, хотелось бы добавить, мы обсуждали проблему, это нехватка ресурсов в странах Центральной Азии, именно специалистов. У компании Axiote также есть решение данного вопроса, это удаленный администратор, который будет курировать с нашей стороны вашу систему, поможет с настройками, с сопровождением. Соответственно, это может быть временное решение, пока вы не найдете специалиста или не вырастите своего. Собственно, на этом у нас все. Если у вас есть вопросы, задавайте. Спасибо.